Мы познакомимся к Песоху, который начинает быть холоднее, и нужно начинать накопить этот дом от того, что нужно быть накопленным. Будет жарко, и нужно уже начинать очищать свои дома от всего, что должно оттуда выйти. Но очень важно, что после Песоха мы тоже можем работать в ситуации нашего сердца. Но также важно, чтобы перед Праздником Песох мы могли позаботиться о состоянии наших сердец. И чтобы все, что нам не угодно внутри нас, вернее, Богу не угодно внутри нас, мы могли вытащить. Я продолжаю говорить про книги Откровения. Но я, в принципе, сфокусируюсь на празднике Песох. На следующей неделе мы также продолжим говорить про Праздник Песох. Помните, когда будет Песох сам? 22 апреля в 5. Мы хотим воодушевить всех, призвать к тому, чтобы у себя по домам вы делали седр, чтобы вы сидели и встречали Праздник Песох. Если у вас большие семьи, пригласите одного-двух, у нас очень много новых репатриантов, которые никогда не были на седре Песох. И если у вас маленькие семьи, соберитесь 2-3 семьи вместе. И сделайте настоящий себе праздник. У кого нет Агады, скажите, мы вам раздадим на русском и на еврите. И еще кое-что. На следующий день, в субботу, 23 апреля в шаббат, у нас не будет утреннего собрания, потому что после Пасхальной ночи мы хотим дать всей общине отдых. Но в 5, в 5.00, мы сделаем собрание, будет особенное время, будет вечеря Господня, будет очень праздничное собрание. Очень важно прийти. Это обязательно. Потому что написано в Святых Писаниях, в ночь Пасхальную со своей семьей празднуете и делаете седр, а на следующий день Святое Собрание. Поэтому давайте вместе будем это делать. И сегодня еще у кого есть машины? В 2 часа наша дочерняя община в Нацерете. Сегодня у них освещение их нового места. И поэтому, если вы можете, если вы хотите, пожалуйста, присоединитесь, чтобы мы есть и поехали. Я быстро помолюсь. Отец, я молюсь, чтобы ты открыл наши сердца, и чтобы мы получили от твоего Слова. Мы слышали слово про твою Тору. А сейчас мы хотим получить укрепление от пророчества в Откровении. Во имя Ишуа Машех. Аминь. Мы помним некоторые вещи, которые уже выучили. Сфер Итгалут, это не простая книга. И очень важно относиться к книге Откровения как к видению или к сыну. Некоторые люди относятся к книге Откровения как к чему-то точному, и пытаются рассчитать время по часам, по календарям, по дням. И я могу сказать, что обычно такие люди плохо заканчивают. Или они ошибаются из-за своих ошибок, впадают в депрессию, или у них просто они впадают в паранойю. Поэтому очень важно выучить принципы, то, что там есть, как принцип. ДОВАР НОСАВ МАШЕЛАМАДНО АТКО. ЕШЕМ ЛЕФАМИМ СЕДЕР. ХОТЕМЕТ ЭХАД, ХОТЕМЕТ СЕНИТ, ХОТЕМЕТ СЕЛИШИТ, ВАЛА. Иногда мы наблюдаем определенный порядок в книге Откровения, первая печать, вторая, третья и так далее. И это не значит, что они должны быть так, в таком порядке, один за другим. ПАШУТ, АЛААНИЯР, ЦАРИХ ЛАСИМ БАСЕДЕР. Просто на бумаге нужно записать в каком-то порядке. АВАЛ ДВАРИМ ЕХОЛИМ ЛИКРО БИВАД ЭХАД. Но эти вещи, записанные по порядку, могут случиться одновременно. ДОВАР ШЛИШИМ МАШЕЛАМАДНО. ТРЕТЬЕ, что мы выучили. ШЕЕС ШЕЙЛА ГДОЛА. ШЕЕС ОГРОМНЫЙ ВОПРОС. А ИМ СЕФЕР ИТГАЛЛУТ МИДАБЕРЕТ АЛ ОЛАМ КУЛО, О ОЛ МАШЕУ КАТАН, О ОЛ ИЗОР КАТАН. КНИГА ОТКРОВЕНИЯ ГАВОРИТ ЛЯ ВСЕМ МИРИ, ИЛЯ В ОПРЕДЕЛЕННОМ УЧАСТКЕ НА ЗЕМЛЕ. И мы узнаем, что есть рассказы про природные катаклизмы, и сегодня мы будем опять читать это. И я хочу сказать вам, кто помнит, несколько лет назад было огромное цунами в Азии? МИ ШЕБАГИЛ ШЕЛИ ВМИВУГАРЬ ЙОТЕР ЗУХЕР, А ИТА РИДАТ АДАМА ГДОЛА МЕОТ БААРМЕНИЯ БЕЗМАНОМ. МОИ, люди моего возраста и более старшее поколение помнят, что в Армении было огромное разрушительное землетрясение. ПОМНИТЕ, ДА? ПОМНИТЕ, ДА? И ПАМИМ ШАМ ВЕПО БАТЕЛЕВИЗИЯ НАХНО РОИМ КОРЕМ МАШУ. Мы видим иногда, раз в несколько лет по телевизору, что происходит что-то в определенном регионе. Мы относимся примерно как к фильму, что-то, что произошло там, далеко от нас. Естественно, это все волнует. И хотим помочь. Или мы слышим про войны. ИСИС, 500 километров, 300 километров отсюда. Они головы рубят людям. Они убивают людей. И мы настолько уже привыкли слышать про постоянные убийства, что относимся к этому как к какому-то фильму. И для нас это что-то далекое, что сосредоточено в одном месте. Но для этих людей, которые там находятся, в этом месте, это и есть апокалипсис, согласно книге Откровения. И возможно там это что-то местечковое и маленькое. Но для тех людей, которые живут в этом месте, весь мир перевернулся с головы на ногу. Поэтому есть огромный вопрос. Не только у меня. Но в теологическом мире есть разные отношения к этой книге. Есть люди, которые говорят, говорится о глобальном апокалипсисе всего мира. Есть люди, которые говорят, это кое-что местное, что будет происходить. Есть люди, которые говорят, что это будет в самом конце. А есть люди, которые говорят, возможно для вас это новый взгляд. что эти вещи были написаны перед разрушением второго храма. И они относятся к местной катастрофе, которая была в земле Израиля. Почему я поддерживаю эту последнюю мысль? И я не живу этим. Но почему я поддерживаю эту последнюю мысль? Обычно, когда говорят о чем-то на религиозном уровне, они всегда сказали, что они не знают о чем-то, как это, это и это. Например, каждый раз, когда пророки пророчествовали народу Израиля, они говорили следующее, живите согласно Торе, чтобы я не наказал вас такими казнями, которые наказал Египет. Кто помнит? Почему пророки использовали это выражение? Почему? Почему? Слышите? Окей, но это очень важно, что им Израиля не знают, что это за Митраем. На самом деле, объяснение очень простое. Израильский народ знал точно, что произошло с Египтом. И когда Иллюхим сказал им, ой, ва, 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 им там шиху лейот каха, им там такой макот, как вы делаете на Митраем. И поэтому Бог брал в пример и говорил, если вы будете так продолжать поступать, с вами произойдет то же, что я сделал с Египтом. Я дам другой пример. Помните, на праздник Шавуот люди исполнили Святым Духом и начали говорить на языках. Почему люди поняли, что это действие Бога? Потому что в книге Исход, в двадцатой главе написано, когда Господь дал Тору, на уподножье горы Синай стоял народ израильский и много из других народов. семьдесят представителей других народов, семьдесят народов, семьдесят групп разных национальностей. И Тора вышла, была произнесена на семьдесят разных языках. И поэтому, когда подобное произошло в Шавуот и описано в Деяниях, люди сказали, подобное уже было, скорее всего это что-то похожее. Теперь поймите мою мысль. Историки говорят, что откровение было написано примерно в девяностом году нашей эры. Но мы знаем, что второй храм был разрушен в семидесятом году нашей эры. Но никогда Иоанн в книге Откровения не говорит, не предупреждает, будьте осторожны, с вами произойдет то же, что с храмом. Почему он не использует это событие, это для него новейшая история, что-то очень свежее. И поэтому теологи сейчас пришли к такому заключению с новой идеей. Есть такая идея, нет конечно доказательств, очень трудно что-то доказать. Что книга Откровения была написана намного заранее, до разрушения храма. И те катастрофы, которые описывают книги Откровения, это говорилось о разрушении храма, которая на тот момент, в то время была катастрофой огромной. Но точно очень сложно сказать. И из-за этого мы изучаем принципы. И еще что можно понять и нужно, мы приближаемся к Песоху, к этому рассказу про выход из Египта. И Египет это развращенный грешный мир. И с наказанием Египта, Бог позволяет израильский народ оттуда. И ту же картину мы видим в книге Откровения. Мы видим наказание для всего мира, для всех народов. По всей видимости. По всей видимости. И мы видим, что посередине всех этих казней и наказаний, те, которые принадлежат Господу, Господь позволяет их. И об этом мы будем читать сейчас. Я попытаюсь затронуть 8 и 9 главы. Я читаю главу 8, первые 4 стиха. Когда он снял седьмую печать, сделав безмолвие на небе как бы на полчаса, я увидел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, дано им 7 трупов. И пришел иной ангел, встал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фемиана, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом, и вознесся дым фемиана с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Странная картина. Что-то похожее, что происходило в храме. Жертва благовония. А ангел приносит чашу с молитвами святых, как благовония перед Господом. Пусть Дух Святой даст вам впечатлится с каждым, как он хочет. Но здесь мы учим кое-что важное. Здесь есть мера молитв. Мера молитв, которую ангел приносит перед Богом. И здесь можно кое-чему научиться. Кто мне одним предложением может сказать основной закон Торы? Мера за меру. Все так устроено в мире, Иешуа поддерживал. Он сказал, какой меру мерите, такой и вам отмерится. Здесь о чем говорится? Иногда нам не хватает терпения. И мы говорим, я об этом молюсь уже много времени. Или я этому уделяю столько много времени. И ничего не происходит. Во-первых, нужно проверить, правильно ли ты молишься и в правильном направлении ты идешь. И если в правильном, то продолжай в терпении. Потому что когда мера наполнится, придет ответ. Мы сегодня слышали про гостя. От нашего гостя он молился за ребенка. И в один момент мера наполнилась. И он принял своего ребенка. Вы поняли пример? Если Господь дал нам какое-то направление. И мы чувствуем, что нам нужно достичь этого. Это зависит и от наших молитв, и от мыслей, и от той энергии, которую мы вкладываем в это. Услышали меня? Продолжаем. Пятый, шестой стих. Хамешеш. И взял ангел кодильницу, наполнил огнем с жертвенника и поверг на землю. И произоши голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труп, приготовились трубить. Что-то здесь начинает мне давать намеки на Египет. Вы не чувствуете что-то подобное? Народ израильский тоже слышал голоса, и землетрясение было, и громы, и молнии. И вы знаете почему я взял эту книжку? Что это? Агада. Агада. Агада на Песах. Это Агада на Песах. И здесь есть одна часть, которая говорится о египетских казнях. Кто-то помнит, сколько было казней. Но если вы будете читать Агаду, вы вдруг увидите что-то странное. Один раб сказал, что не было десять казней. Но в каждой из десяти казней было по семь. То есть было семьдесят. А второй раб сказал, что это неправда. В каждой было по сто казней, поэтому было тысячи. Каждый, как он смотрит. Это, конечно, все рассказы. Но, возможно, те, которые написали Агаду, сначала прочитали книгу Откровений. Потому что здесь написано. Тут написано про этих десяти видах казней. Но с разной комбинацией внутри. И очень просто из этого вынести еще один рассказ. Давайте прочитаем эту Агаду про казни в книге Откровения. Это то же самое, что, например, происходит на войне. Танк выпустил снаряд. Дима с нами сегодня нет. Наш солдат спит. Возможно, вы читали в газете про дружественный огонь, что один израильский танк по ошибке в другой. Это было у них на базе. У Рами в телефоне есть картинка этого фотография танка. И обычно у танка есть сила себя защищать. Но знаете, почему именно у этого танка у него не было достаточно брони? Потому что выстрелил снаряд с двадцати метров. Совсем рядом было. Поэтому для одного танка это был просто выстрел. Но те ребята, которые сидели во втором танке, Слава Богу, никто не пострадал. У нас хорошие танки. Но они, каждый, кто там сидел, по-разному рассказывают эту историю. Было пламя огромное. Был взрыв огромный. Было землетрясение. Вы понимаете, как эмоциональный уровень человека может что-то отреагировать. Я прочитаю 7 от 7. Здесь как года на Песах. Первый ангел вострубил, сделался грады, огонь, смешанные с кровью. И пали на землю, часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. Третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, Горячая, подобно светильнику. И пала на третью часть реки, на источнике вод. И имя всей звезде полыни. Третья часть вод сделалась полынь. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Это апокалиптический рассказ. И возможно такое происходило во время потопа. Во всей стране, во всей земле. Но то, что мы здесь читаем, трудно понять. Люди, которые из Беларуси, они помнят катастрофу, которая произошла в Чернобыле. И Чернобыль тоже переводится как нечто горькое. И возможно связывают то событие с тем, что здесь описано. И возможно это так, а может быть и нет. Потому что если мы читаем это с одной точки зрения, это должно произойти по всему миру. Но то, что произошло в Чернобыле, это конечно катастрофа ужасная, но она местного значения. О немомщих. Я продолжаю. Двенадцатый, тринадцатый стих. Четвертый ангел вострубил, и была поражена третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмились третья часть их, и третья часть для дня не светла. Была так, как в ночи. Здесь говорится про тьму, и это сто процентов Египет. И увидел я ангела одного, летящего посреди неба, и говорящего громким голосом, горе, 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 живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Мы переходим в девятую главу. Мы переходим в девятую главу. Пятый ангел вострубил, и увидел я звезду падшую с неба, и дан был ей ключ от кладезя бедной. Она творила кладезь бедной, и вышли оттуда что-то странное. И саранча, которая не была на земле, и которая имеет земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда ни траве земной, ни какой зелени, ни какому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати на челах своих. И дано ей было не убивать их, а только мучить пять месяцев. Мы сегодня много читаем. Это хорошо читать Святые Писания. Возможно, не все понимаем. Но в духовной системе нашей что-то работает. По виду своему саранча было коням, приготовленных на войну на головах. У нее были как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее как лица человеческие. Я хочу вам сказать, что такого животного в природе не существует. Пока еще нет такого. Возможно, из ада оно исходит. Некоторые люди говорят, что возможно такое будет произведено, подобные роботы какие-то, для того, чтобы защищаться от врага. Но я вам уже сказал, что к видению и ко сну нужно относиться как к видению и ко сну. Здесь говорится про опасности, но также говорится о чем-то очень важно. У всего этого зла нет силы причинить зло тем, которые принадлежат Господу. И в основном, панику, которую мутят вокруг этого рассказа, в основном верующие. Но, ребята, если вы верующие, не нужно бояться. Тут написано, что Бог вас защитит особо. Но те, которые не беспокоятся. Люди неверующие. Они, в принципе, откровения не читают. Они смотрят Армагеддон, фильмы, и забывают про это. Вы меня слышите? Продолжаем. Здесь мы переходим к книге Еноха. Есть такая книга. Про служебных ангелов, которые влюблялись в женщин. Им понравились женские волосы. Они спускались с небес и жили с женщинами. Поэтому там и здесь, в Святых Писаниях, мы читаем про покрытие головы. И в книге Еноха говорится, что Бог заключил их в какую-то темницу до определенной даты. Что-то подобное мы читаем в послании Петра. И Юды. Там говорится про то же самое. Я недавно кое-что услышал. И все, почему они там все это делают, они хотят достигнуть чего-то, чего мы не понимаем. И на входе в этот центр, есть статуя. Статуя индийского бога Шивы. И Шива это бог разрушения. И аналогичный бог у греков это Аполлион. Бог разрушения. Они говорят, вот эти люди, которые принадлежат Аполлиону, Шиви, дьяволу самому, пытаются вызвать из ада что-то, что потом разрушит наш мир. Возможно, как сценарий для фильма это будет хорошо. А не спать из-за этого это плохо. Потому что тут несколько стихов до этого написано, что Господь сказал. Что Он сохранит тех, которые принадлежат Ему. И лучше переживать о том, насколько ты Ему принадлежишь. И как сохранить свое хождение с Богом. Скажите мне, как? Как принадлежать Ему? Хранить свой путь, хранить свой язык, хранить свое сердце. Наполняться Святым Духом. И знать, что ты принадлежишь с Отцу. И знак с небес у тебя на голове не исчезнет. Я продолжаю. Двенадцатый и семнадцатый стих. Одно горе прошло, вот идут за ним два горя. Шестой ангел вострубил. И вот я услышал один голос четырех рогов золотого жертвенька, стоящего перед Богом. Говоривши шестому ангелу, имеющему трубу. Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрата. Кто-то знает, о чем говорится? Вон Ефраем сидит, он не знает ничего про это. Я не понимаю. Я не понимаю. И в этом мире Бог сохранил для себя народ. И в этом мире Бог сохранил для себя народ. 18-21 стихи. От этих трех язв от огня, дыма и серы, выходящих изо рта, их умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту, и хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих. Как так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействиях своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Часть людей умерла, а часть другая не умерла. Послушайте, и не покаялись. Здесь есть группа людей, которые идолопоклонники, они не любят небо, не любят людей вообще, они не покаялись. Вот этот рассказ, он опять напоминает пасхальную Агаду. Кто там был самый большой злодей в Песахе? И помните, как Господь написал, я ожесточаю его сердце. Он будет видеть весь этот ужас, но не покаяться. В послании римлянам апостол Павел кое-что написал. И он написал про этот рассказ. И написал таким образом. Господь, кого хочет, ожесточает, а кого хочет, и открывает сердце. А потом он расспрашивает вопрос. А так почему, а в чем виноват человек, если сам Господь ожесточил его сердце? Вы об этом не думали никогда? Думали? Вот фараон. Возможно, он бы и хотел покаяться. Но сам Господь ожесточил его сердце. И он злится. Так же, как здесь в Откровении. Почему вы думаете, такое происходит? Какие у вас есть мысли? Нет, там написано, что Бог специально, намеренно ожесточил его сердце. Окей. Мила рахова сосуд гнева. Уклончивый ответ. Слава Божья. Окей, вот Макшивот. У нас сейчас... У нас сейчас такое время толкования, все ваши ответы правильные. А? Окей, вот Макшивот. Кому-то не повезло. Окей. Это очень хохам еще. Очень хохам. Чтобы чудеса были. Окей. Все правильно. Окей. Ма Толик. Окей. Все правда. И постарайтесь все это применить к тому, что я уже сказал. Есть выражение и закон Торы, мы уже говорили. Что за? Мера за меру. Фараон. Он убил много сотен еврейских детей. Уничтожил тысячи еврейских детей. А теперь он говорит, извините меня, я вас отпускаю. Хорошо? Господь ожесточил его сердце. Он не дал ему милости покаяться. Для того, чтобы он получил меру за меру своих грехов. Но здесь Господь еще достигает много других целей. Так Бог действует. Возможно, мы сосредотачиваемся только на себе. На наших собственных проблемах. Возможно, я единственный, который прохожу через такие страдания. Но вдруг мы видим, что это влияет на наших членов семей. Возможно, они более милостивые становятся. Возможно, кто-то получает что-то в сердце. Это множественное влияние. И нам, как людям, сложно понять это. И, возможно, мы говорим, почему со мной этот ужас происходит? И сам Павел иногда говорит это. И Пророк Илия однажды сказал, мне все это надоело, забери меня отсюда. Но Господь говорит, послушай, то, что ты проходишь, влияет на других. Кто-то получит наказание. Кто-то получит милость. Кто-то покается. А здесь, в Откровении, то же самое. Мы видим, что некоторым людям не мешает страдание. Они упрямы в своих грехах. И они получат вечное наказание. Но есть другие, которые каются. И они говорят, все, мне надоело. Что мы можем научиться? Чему мы можем научиться? Не будь упрямым в твоем грехе. Не будь упрямым в твоем грехе. Не будь упрямым в том, что против на Богу. Потому что иногда ты можешь переступить границу. И тогда Он пойдет против тебя. И тогда ты можешь не получить милость и покаяться. Это то, что написано в Евангелии. Иешуа говорит. Не произносите злого слова на Святого Духа. Потому что вам это не простится. Почему? Что за какое толкование этого слова? Когда мы действуем против Бога раз за разом. Наше сердце ожесточается. И мы не слышим Святого Духа. А если мы не слышим Святого Духа. У нас нет силы покаяться. Потому что только Святой Дух возвращает нас к покаянию. Дух дает нам покаяться. Но если мы себя ожесточили против Святого Духа. Мы потом идем на Божий суд. Потому что другого пути нет. Страх Божий. Это, на самом деле, тема откровения. Не надо бояться апокалипта. Не надо бояться апокалипта. Бог обещал нам очень хорошее будущее. Держите за руку Божью и идите за Ним. Не нужно быть параноиками. Но да, быть глазом Божьим для людей согрешающих. Это мое послание вам. Это послание Песоха. Это послание Откровения. Это послание Святых Писаний. Я хочу помолиться. Спасибо.